Значит, первое, Бараклауфикум, что Господь запретил мирские поступки, явно и скрытые. Первое было упомяно, что ифм. Второе, воль бахи. А бахи, смысл его, какой Бараклауфикум? Бесчинство. То есть, зулим несправедлив в отношении, воль кибр высокомерие. И вот тут говорят муфастеры, первое, Аллах упомянул то, что связано исключительно с его правами, а здесь упомянул Бараклауфикум то, в чем есть права людей. Будь эти права связаны также с правами Аллаха, или же исключительно права людей, это тоже является запретным. Как, допустим, пролитие крови, или же покушение на чью-то честь, или же покушение на чье-то имущество. Пророк, салаллаху, алейхи вассаляму, братья, сказал, то есть, в чем ужас бахи, в чем ужас бесчинства, то есть, несправедливое отношение к людям. Пророк, салаллаху, сказал, нет такого греха, который бы достоин был того, чтобы Всевышний Аллах наказал в наискорейшее время того, кто совершает его на этом свете, помимо еще того наказания, которое уготовило оно на том свете, чем несправедливое отношение к людям, то есть бесчинство по отношению к людям и разрыв родственных уз. В некоторых реваях вместо разрыва родственных уз пришло непослушание родителей. То есть, за эти вещи, то есть бесчинство к людям Аллах уже наказывает здесь. И поэтому мы радуем всех братьев и сестер, которые переживают вместе за жителей Газзы, пусть Аллаху, салаллаху, избавит их от зла от ягудов. Аллаху, салаллаху, видит, братья, все это. И у Аллахи эти вещи, они нам больные, неприятные, ранят наше сердце. Ну, иншаллах, вы увидите. Аллах в скорейшее время всех их накажет, потому что пророк салаллаху сказал, что за бесчинство Аллах наказывает уже на этом свете. И так как накажет их Аллах, братья, если все мусульманские страны соберутся, чтобы их чем-то наказать, так как Аллах их накажет, не могут эти страны наказать. Аллах их уже наказал тем, что они так поступили. Это уже им наказание, братья. Поэтому подобные хадисы они радуют и дают спокойствие на сердце, что Аллах спонтанно с ними так поступит уже. И это несмотря на то наказание, которое ждет их на том свете. Просто немножко нам нужно проявить терпение.